так ну что ж состав с к джейтон кредо никос и барс в воротах мощный состав посмотрим что из этого выйдет а если говорить о составе лимонов сегодня очевидно торрес будет играть центра наталь вас буду помогать нападение но и варила защитник собственно которую по мнению анализа признали лучшим защитником на данный момент в первом круге и воротах франк который тоже весьма удачно действовал ну да думаю в принципе справедливо варил стал лучшим защитником он про очень неуверенные игры и не позволял нападающим подходить к ворозам не допускал ошибок играл в высшей мере грамотно ну и создавал неплохие моменты для для нападающих сейчас как раз на шайбы хотел закончить мысль по поводу этого матча это открытие второго круга во вторых команда метод на количество очков и сегодня игра важна вот смотри голл уже нотариус на барс зевнул мне кажется мог отбить да здесь больше ошибка барса но плюс еще защитник стоял так вот закончится мысль ты хотел тем что если команда одна из этих команд игры две игры то проигравший утешено практически можно заканчивать уже борьбу за ну по крайней мере первое место ну да обе команды нацелены серьезные но 1 0 это еще ничего не решает джейдан ух нотариус сбокерова бросок хорошо сыграл торрес наворал пас кредо не прихватил немножко посильнее было бы вообще шикарно вот здесь ой-ой-ой ну барс кредо промазал ой-ой-ой вот это вот сейчас могла такая шальная шайба залететь узкопом сумбуру начали матчу ну да чуть-чуть неразбериха есть чувствуется что они что ли немного не готовы а вот сейчас лимонс плохо сыграли потому что два игрока пошли в одного на этого игрока на одном фланге один кредо и поэтому если паза пошел то были по неприятности кредо на ближней дистанции это что-то убийственное в принципе если помню если не ошибаюсь он не не забил ни одного выхода все выходы один на один у него заканчивали заканчивались голами он не старается что-то ох есть конечно здесь обычно будь на этом месте джейден то конечно шайба была в воротах так нотариус передача ой-ой-ой такое надо было конечно забивать но сложно было одновременно до пас был замечательный от нотариуса причем от него в принципе ожидать передачи ну да здесь не был много ошибся в барс далеко отпускает но никуда отдал шайба здесь ошибка и кредо кажется надо сравнивать подумал уже что я тоже показалось мимо здесь пас на никоса можно было отдать ну кредо смещался и никос возможно думал что на него пойдет пас не получилось в первых играх они играли очень уверенно очень грамотно не допускали ошибок а вот чуть-чуть сейчас чувствуется некая нервозность не знаю чем это связано да вот у лимонс хорошие распасовки и пара моментов были которые можно было реализовывать если конечно счет был уже 30 то иска думаю уже не смогли вернусь в игру да сейчас может быть сейчас джейдом продемонстрирует нам но ох обвел надпустил отпустил здесь принципе если бы еще грамотнее сыграл кредо то он мог прихватить шайбу и здесь будет бросок ой как никоса убрал дома ох нет нет я ожидал передачи на морелло там набегал но там доказано было да такое надо было конечно забивать слишком сильно вышел ворот пора ла передача на нотариусу вот все такие пасы аккуратненькие у лимонов у лимонса приходит проходит весь никос ошибается он цеховал барсис и бросок штанга да да штанга ты прав мне кажется барсс отбил но нет я видимо и вот здесь нет суши время посмотри первый период завершенная скорее всего в этом периоде убедительно лимонс переграла ска да чувствуется преимущество мая паракс пирог заходит за ска вместо никоса интересный ход но да получается ну никос все же он более склонен к атаке и более способен созидать пирог более власть и ой здесь надо просто конечно попадать по шайбе не попал обыграли пирога не знаю замена конечно может быть и оправданно вроде неплохо сыграл сыграл да неплохо и возможно стоило выпустить лючича все же тут надо было опаздывать конечно но это это кредо был мне кажется джейден по-моему было не суть кто-то из них войма и паракс хороший бросок такой наброс и если смотреть по количеству бросков поиска перебросал безусловно лимонс но по качеству игры это гораздо смотрится хуже чем конечно без бросков не бывает голов но все же у лимонсов были такие опасные броски и моменты выско их в принципе стопроцентных не было если был то там максимум один два при этом же центр не пошел бороться на предыдущем кредо передачи хорошая на джейдену джейдену здесь конечно должен сразу накатываться кредо чтобы на него последовал пас джейдену придется водиться вы здесь надо бросать на и поле заперва же но кредо он всегда нацелен на ворот и часто оказывается там где нужны и забивают гол джейдену закрывали обзор тут звучит хотя и запрещено ну да угол был поэтому можно уже был ну да куклер пишет последний раз собственно надеюсь то макс закрыл свои великая кнопка shut up елки-палки что ж такое здесь опасно ой-ой-ой как такое не залетает джейден не попал выгодней ситуации из кредо грамотно сыграл и непонятно что произошел лучший игрок вот в данном матче да 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 и думаю вообще в сезоне именно кредо играет ключевую роль воска не джейден не лючич не барс не никас не пирог а не буклет параллся здорово заблочил пол варела так скажем эти вратарские инстинкты есть поэтому добавляю надежности не знаю это был специальный ложный замах или все же я не думаю что это специально было а ю парс я попался опять сожалению потому что их сопоставить на ворота да это будет она верным движением барс как то в этой игре чуть-чуть себя не уверенно чувствует даже не чуть-чуть обе шайбы шальные и таких сейвов он пока что еще не сделал а плюха зашла просто на поэтому лиман поймет вот сейчас эти вам барс пас да ну да здесь горы вообще в нгхл очень мало стабильных игроков которые вот всегда играют хорошо они есть ну их в принципе немного даже пример сейчас барс сделал великолепный сейф и верхом затащила а тут такие две плюхи пропустил здесь кредах поборос кстати в первом круге мы не сказали что у команды или очки в первом матче победа лежал до ска кстати это тоже был матч открытия насколько полная но ответы 54 победила уже лемонстон это торрес забил 4 гола тренировку да 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 торрес там я помню что делал практически всю игру ой 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 но сейчас пирог конечно привез гол да и 3 к нотариусу думаю сейчас надо вместо моей паракса выпускать ключище он все же и в защите понадежнее будет или в атаке сможет создать моментов и как любит он бросать издали вот стоит еще отметить что в первом круге было три сухих матча голкиперов вот я просто смотри статистику так вспоминал вот красоте конца был сухарь вот матча как раз с лемонстами да там еще потом джефф глаз и поставил и ксинокс у хвк как мы помним у ксинокса хоть и поставил он там был химическое поражение ну да так что но все же в принципе сухарь был не официально но он не официально было да а если не ошибаюсь у ввс же у венспирит по моему защищал ворота тема а не джефф но хотя тебе это естественно лучше знать это был джефф это был джефф да потому что не помню так ну вот тут джейден как ассистент видимо решил озвучить состав никос его подтвердил вместо моей паракса выходит ключище вместо барса заходит никос и сразу оба выходят ну не знаю может просто побросать друг другу так скажем поразмираться не знаю но может быть обидеться но возможно в нгх это сейчас случается да и в ска именно занята мне кажется случится вошел в игру и никос это конечно усиление будет сейчас не знаю времени есть конечно ну да никос в этом сезоне в принципе уверенно действует на воротах и я вот не припомню его ошибок вот допустим как сегодня две ошибки барса и пирога ну да пирог там конечно последней шайбе вообще непонятно что делал и здесь кредо бросает нет торрес против торреса надо всегда уметь грамотно сыграть бросок но это не опасно ну не знаю все равно любой бросок опасен мне кажется вот уже баш доказал это да ну возможно так торрес бросал чтобы уж шайбу не потерять и в надежде на ошибку никоса и вот здесь конечно джейден должен было давать на кредо с учетом руку мешал нотариус торрес да и здесь перехват и никос нет не стал выходить но думаю это правильное решение передача хорош здесь отдать надо вот сейчас можно конечно сокращать все луи франк хорош бросовый время дважды то современное да 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 шайба своевременно господи так же леден джейден в никуда отдашь его сопернику 3 1 3 период вот пирог пришел очень объем значит не обиделся но вот второй сайт никоса но уже в правильном направлении да здесь франка шмок и выйти из ворот но предпочел не выходить ворота час швой какой рискованный пасы и обрезал просто обрезал этим пасом ой ой по моему здесь либо шланга либо франк я не знаю возможно в чью-то клюшку попал потому что шайба как-то подозрительно затормозила здесь опять ошибка и лючич уже видно что лимонс как-то более отоборонно играет уже сейчас дали бросить озором это раз один заменит что ска уже забыли обороне ну принципе здесь как раз таки защитник лючич и бросал и должен был либо кредо либо джейден его подстраховать но этого не произошло здесь контратака кредо 11 не совсем один на один конечно но брось там 8 но дадут и ох я уже хотел сказать гол честно говоря чуть-чуть не повезло кредо и барс опять за заворот будет бросать и заворот точно но вот и вот как вынесли то кто был варел варел скорее всего потому что он там был около франка вот сейчас можно кстати бросать в принципе бросок мимо но здесь опять отдавать на кредо надо хотя вот уже трое на него идут джейден на самом деле скучно игра получилась первым да руководством даже крестовину здесь на лючичу можно отдавать потому что лючич любит и умеет бросать издали сейчас можно подставлять но сейчас к подавила ну да не хотят они проигрывать и и не джейден на игру на самом деле похоже брать ну да и бросок дальние ой это в ростовина да уже реклайд уже все просто втроем в обороне лимон засели но автобусы можно играть если так по футбольному сказать и чуть-чуть не уверен зачем было прыгать здесь непонятно носил бы ударил кредо и все было бы попроще хорош концовку полностью ну да по третьему периоду видно что ска подсели вот здесь контратака бросок штанга а теперь вот уже штанга играет за ска да но там две штанги было сейчас не разберите немного чехарды у своих ворот скорее всего лимонс доведет дело на победу все 20 секунд осталось и я не думаю что ска смогут забить решает за такой короткий промежуток посмотрим что будет бросок не будет или нет и если они сейчас одну забьют да нету да уже все про это полного провал час можно точку ставить жюра что делать 4 1 здесь не сказать бы что никос виноват потому что провал да и думаю уже особого интереса играть не было за 10 секунд до конца матча вот значит а 15 очков теперь у лимонс могут ждать второй матч